Другая смежная тема. Крупный актёр, профессионал, предложение сниматься в рекламе. Как вы к этому относитесь? Сейчас я скажу, как. Вот нужно, например, категорически. Я объясню. Есть имиджевое понятие, да, вот такое. То есть, когда Рената Литвинова рекламирует «Лореаль», я не считаю, что это плохо. Это, ну, как бы сказать, она выражает тип определённой женщины. Ну, пасенький шапка, да, говорят. Она, понимаете, ну, естественно... А когда Депардье сковородки? Вы знаете, я не могу понять этого, когда он кухни рекламирует, сковородки, по-моему, кетчуп ещё рекламировал. Нет, когда это дорогой парфюм. Как классно Бандерас рекламирует парфюм, то есть, понимаете, или там Клуни кофе. То есть, если это сделано с юмором, если это сделано с плюсом для имиджа актёра, где он иронизирует над собой, или, ну, это замечательно, когда он проходит, и шлейф запах, и женщина просто, как бы сказать, её тянет к этому мужчине. Это очень интересно сделано. Ну, естественно, я против майонеза ряба, я ничего не хочу говорить, но лучше дорогие машины, дорогие часы. Ну, что-то, как-то, понимаете, что он, ну, или там, я не знаю, это уж тренажёры, то есть, если человек занимается спортом, да, он может рекламировать... Ну, Депардье занимается сковородками, во-первых, он ест, во-вторых, он готов, во-вторых, он готов. Я этого не могу понять, но, наверное, он думает, что во Франции это никто не увидит, понимаете, и, видимо, это отношение к России, к сожалению. Я не думаю, что он бы этот уровень товаров рекламировал на Западе. Вы знаете, вот просто ваш сосед дачный, Егор Кончаловский, вот то же самое говорил, что никто никогда во Франции не увидит эту рекламу. Понимаете, наверное, это, а что в России думают? Да, наверное, ему, в общем, понимаете... Ну, теперь-то, наверное, не всё равно, он, как бы, наш землячок. Вот, так что нет, я отношусь к рекламе очень... А сами бы вы вписались в какую-то рекламу? Вы знаете, мне в своё время предлагали, но... Крем. Так. Вот. Не импортный. В своё время ещё там я тоже шампунь или что-то было такое, но это было давно, и я помню, что как-то странно, по-моему, они считали, что это как-то то или не надо оплачивать, то или что это большая честь предложить актрисе сняться в рекламе, это много-много лет назад было, тогда, видимо, к русским как-то относились, знаете, что... Надо сказать спасибо, что, вот, они появятся в рекламе. Вот. Ну, как-то что-то не совпало. А Лев Павлович не вписывается в подобные проекты, в рекламу? Вы знаете, прерасположительно отношусь к социальным проектам, когда это социальная реклама, и это плюс, это... Ну, это позиция гражданская, скажем так. Вот. Ну, так как он всё-таки человек и, как бы, определённое положение занимает, мы там им предлагали в основном банки. Вот банки, ещё что-то. Ну, как-то, нет, он отказывался. Понятно. Ну, просто его имидж анимационный используется. Вы знаете, да, но это даже не его голос. Вот это, конечно... Ну, очень похож. Очень похож. Вы знаете, вот это, я считаю, что, конечно... Да, вот это спекуляция. Да. Это очень неправильно, потому что делают манеры. Понятно, что там никто из актёров не озвучивал... Для потребителей, это абсолютно табаков. Да, вот это на самом деле обман, и это нехорошо, потому что оправдываться... Ну, человек никогда не опустится до этого, а то, что, конечно... Вот, а как авторство, вот проблема авторских прав, в принципе, она, конечно... Давайте их засудим. В принципе, есть с чем в жизни заниматься. Вот, ну, я к этому отрицательно отношусь, потому что всё равно образ придуман Олег Павловичем, и художником, конечно, а получается, что права на это имеет только автор, как бы, произведения этого. А это неправильно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.